Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового! И сегодня, в этом видео, я решила попробовать нечто необычное. Как вы знаете, я безумно сильно люблю кофе. Я просто обожаю кофе. Я пью кофе всегда. Если вы не верите, то даже сейчас у меня здесь есть кофе. Почему я все это вам рассказываю? Я считаю, что осенние напитки, которые можно наблюдать в кофейнях, безумно вкусные. Эти яблочные латы, прямо тыквенные напитки. Это просто... это настолько потрясающе, что настоящий кайф. Обожаю осенью пить горячие напитки. И сегодня я хотела бы попробовать повторить несколько напитков из всем вам известного Старбакса. Я предлагаю вам попробовать вместе со мной приготовить мои самые любимые напитки оттуда. Я перерыла буквально весь интернет, перепробовала огромную кучу всевозможных рецептов, чтобы найти именно те рецепты, которые максимально близко похожи на оригинал тот, что продают в Старбаксе. Но с той лишь разницей, что вам не придется оплачивать около 450 рублей за стаканчик кофейка. Поэтому не буду долго вступлением вас мучить. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Тык, включайте себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылку на него я оставлю вам в описании. Кстати, если будете готовить эти напитки и отмечать меня на них в историях там своих, или, например, в постах, то я буду вас репостить в мой инстаграм. А мы начинаем! Первый рецепт, который я хочу вам показать, это пряно-тыквенный латте-лимитированный напиток специально для осеннего сезона в Старбаксе. Это будет самый сложный напиток из всех, что мы будем делать сегодня, поэтому я решила, что нужно начать с самого сложного и самого осеннего. Поэтому пойдемте уже на кухню. Для приготовления настоящего тыквенно-пряного латте-лимитирования в Старбаксе можно воспользоваться двумя способами. Способ номер один – купить сироп для слабаков. Способ номер два – сделать самый настоящий сироп из самой настоящей тыквы. Сейчас я покажу вам, как это делается. Для приготовления тыквенно-сиропа нам понадобится 250 мл воды, сухой имбирь – 1,5 ст. л., корица молотая – 1,5 ст. л., мускатный орех – тоже 1,5 ст. л., 200 г сахара и 350 г свежей тыквы. Оттуда, понимаете ли, не сыпалось. Пришлось взять другую спецью. И отсюда тоже сыпется не очень, потому что мускатный орех – это такая какая-то предлуда. Ах, сейчас чихать буду. Ах, люблю запах мускатного ореха, но никогда он у меня в носу оседает. Я не знаю, кто придумал эту форму, но это просто извращение. Это просто издевательство. Вы видите вообще, что это такое? Непорядочный, непорядочный специонный коробок. Знаете ли, форма нормального человека и форма фуд-извращенца. Еда не должна так трудно добываться человеку. Первая ложка сушеного ямбиря и половину ложки сушеного ямбиря. Нам нужно нарезать тыкву небольшими брусочками. Совершенно неважно, какой они будут формы, поэтому можете вообще не париться. Как вам удобно будет, так и нарезайте, потому что в дальнейшем мы все равно будем делать из этой тыквы пюре. Поэтому я нарезаю так, как у меня получается. Нарезаю, 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 нарезаю. И следующим этапом я беру уже кастрюлю. И соединяю тыкву и воду вместе. Теперь нужно поставить все это добро на плиту. И довести до кипения. После того, как мы достигли кипения, варим на медленном огне под крышкой до готовности. И это будет где-то занимать минут 10 или 12, в зависимости от сорта тыквы. После того, как тыква будет готова, проверяем это вилочкой. Надеюсь, что она теперь мягкая и мнёстистоя. Мнёстистоя, но это новое слово в нашем рационе, так что ок. Берем специальный блендер и измельчаем тыкву вместе с отваром до состояния вот такого вот пюре. А теперь часть, где нужно будет добавить сахар и пряности. Все добавляем и все перемешиваем. После того, как перемешали, доводим ещё раз до кипения. И варим где-то 8-10 минут. Периодически помешиваю, чтобы ничего не прогорало у нас. 8 минут прошло. Кстати, да, говоря, вот этот вот рецепт, это как бы не на один раз. Это далеко не на один кофеёк-чаёк. Тут вам хватит этого, я не знаю, ну, на очень-очень долго. Ой, осторожно, она булькается. Непорядок. Нужно добавить четверть нашего тыквенного пюре. В самом начале мы кладём тыквенное пюре, потом все остальные ингредиенты. Четверть стакана? Да. Даже если вы не любите кофе, вы очень смотрите это видео, просто вот попробуйте эту штуку. Это настолько круто, если вы любите тыкву, офигеть. Можно есть вот так. Пользуясь случаем. Это эспрессо. Nicht expresso. Экспрессию нет. Эспрессия, да. Что? Пахнет вкусняшкой. Пойдёмте. Теперь я вливаю эспрессо в тыквенный сироп. Вот так вот. И, соответственно, сразу размешиваю между собой, чтобы тыква с кофе перемешались. Прежде чем добавим молоко, попробовать хочу как по вкусу. Нет. Вот сейчас вообще не круто по вкусу. Надеюсь, ситуация с молоком сделает кофе, как в Старбаксе, потому что я уже пробовала и был норм. А сейчас что-то сомнительное. Следующим этапом это добавление молока. Здесь уже исключительный момент на ваш вкус. Если любите более молочный напиток, добавляйте много молока. Если любите более кофейный, соответственно, молока добавляете поменьше. Логично. Я же буду добавлять стандартную порцию молока. Ну, я не знаю, как написать стандартную порцию. Это где-то вот как вот полторы кружечки, кофейные, которые я только что использовала, куда наполняла эспрессо. Для приготовления классного молока нам нужно обязательно использовать молочный шейкер. Я не знаю, как правильно называется эта штука. Если у вас такой нет, то продается маленький капучинатор. Они есть у любых магазинов. Там типа Ашан тот же самый. Стоит очень-очень-очень бюджетный. При помощи этого капучинатора вы добьетесь ровно такого же эффекта, которого добью сейчас я. А я тем временем наливаю молоко сюда, закрываю крышкой и ставлю на горячий режим. Так, чтобы мое молоко взбилось в пенку и нагрелось. Осталось дело за малым. Берем молоко, которое, видите, взбилось в такую классную пенку, в чем пенка сверху, само молоко снизу. И просто осторожно вливаем. Медленно, никуда не спеша. Посмотрите, как напиток расслаивается красиво. Ну, просто красотища. Как видите, пропорции максимально четкие. И напиток целиком и полностью готов. Осталось взять ложечку, размешать все это добро. Какая красота. И, кажется, настал момент истины. Но подождите, еще нет. Конечно же, Старбакс не будет Старбаксом, если у нас не будет взбитых сливок. Поэтому... Что, кто к мне говорит, что так не делаете? Я знаю, что так делаете. Обильно украшаем напиток пеной. И добавляем немного корицы на самый верх. Пам-пам. И, по идее, тыквенопряжные латы, которые были бы ничуть не хуже, чем этот напиток готов. Время тестировать. Итак, два напитка. Оригинальный Старбакс и самодельный. Хорошо. Ты слышишь это? Ты слышишь хор ангелов, которые слышу сейчас я? Аллилуйя. Вот вообще отвечаю, это... Видите, мне просто. Ты тоже хочешь это, но я тебе не дам. Они по вкусу получились практически одинаковые. С теми же исключением, что, понятное дело, что здесь куча химозы, а здесь вы сами приготовили этот прекрасный тыквенный пюре. И получается настолько классно, что я начала нести какой-то бред. Ну, просто... Аааа... Нет. Да. Второй напиток, который мы вместе с вами будем готовить, это будет карамельный макиято. Один из следующих моих самых любимых напитков. Несмотря на то, что в отличие от тыквенно-пряного латы, он всегда находится в Старбаксе, я его просто обожаю. Пью его и летом, и зимой, и осенью, и весной. Понимаете ли, ситуация. Поэтому предлагаю попробовать его приготовить. Секрет карамель макиято состоит в том, что мы используем не карамельный сироп, как, может быть, показалось на первый взгляд, а карамельный соус. И это принципиальная разница в этом напитке. Смотрите, что мы делаем с самого начала. Идем, завариваем кофе. Нам нужен самый маленький эспрессо-шот. За окном мяучит кот, и меня это сбивает. Я уже постоянно думаю, что это мой кот мяучит, и бежал просто проказник, негодяй. Вот, самый маленький эспрессо-шот. Наливаем. Льется эспрессо, мы взбиваем молочко. И плюс-минус такая же должна быть порция. То есть просто стандартная порция половины стакана молока. Его также нужно будет погреть и взбить. Здесь очень важно, чтобы молочко было теплое. Поэтому, если у вас нет такой штуки, то просто разогревайте молочко в турке, и после того, как вы его разогреете, используйте капучинатор или ручной венчиком. Взбивайте, если капучинатора нет, и лень искать. Венчиком тоже норм будет. Теперь очень медленно, очень осторожно, выливаем кофе, который у нас получился. В идеале, конечно, выливать его прям в самый центр, но, скорее всего, да, у меня будет получаться максимум так. Но, извините, я просто... Ну, я это я, да. Да хватит снимать лужу кофейную! Смотри, как красиво получилось, как все расслоилось. Да лужу кофейную снимаем. Ну, такое просто, что такое? Вот, видите, короче, какая красотень получается. Мне кажется, я могу пойти работать баристой. Если, короче, с ютубом не сложится, я пойду варить вам кофе. Не приходите в эту кофейню. Не надо. И под самый конец, дабы этот напиток был точно карамель мокьято, сиропчик, и сверху постараемся нарисовать узор. Но здесь сироп такой, видите, слишком большая дырь, поэтому с большой дырью не сильно много работы сделаешь, поэтому я нарисую как смогу. Так это сироп или соус? Это соус! Ну, с вами начали сказать, что соус. С вами, думаю, издевалась. Это все вообще нормальные. Пытаюсь узор сделать, нарисовать. Это Наруто. Что вам напоминает? Вот это вот. Что вам напоминает? А почему? Почему мой напиток похож на это? Почему мой напиток похож на это? Ну, я так старалась. Что такое? Что это тут учил? Пришла на улицу, насладиться последними днями солнышко, осенью, и пробуем, короче, напиток. Как думаешь, будет вкусно? Я думаю, это очень сладко. Вы видели вообще, сколько литров карамели здесь было? Оно не очень сладкое, и я реально отвечаю, что многие сверху захотели бы еще карамельный сироп добавить, именно уже сироп, а не соус. Это офигеть. Ты хочешь тоже выпить, но я тебе не дам, маманьки Пуско. Рилли как в Старбаксе. Нет, не рилли как в Старбаксе, вкуснее, чем в Старбаксе. Ну, что ты водишь, ну, что ты водишь, маленький Пуско. Третий напиток, который я буду делать, он не совсем осенний, но я знаю, что очень многие люди предпочитают пить холодные напитки, чем горячие. Кстати, напишите в комментариях о том, какие напитки предпочитаете пить вы, горячие или холодные. Посмотрим, кого из нас соберется больше. И это будет моко фарпучино, самый любимый холодный напиток Старбакса абсолютного большинства моих знакомых. У меня он, кстати, карамельный, но ради своих друзей я снимаю видео с моко фарпучино. Давайте посмотрим. Для начала, для приготовления мока я налью молока. Ставим на холодный режим. Самое главное, что нам понадобится для приготовления фарпучино, это, конечно же, лед. Поэтому примерно половину стакана, чуть-чуть поменьше, нужно наполнить льдом. Для того, чтобы создать моко фарпучино, нам также понадобится шоколад и шоколадный сироп. Поэтому сейчас я беру вот такую вот шоколадную стружечку. Вы также можете использовать капли, это не имеет никакого значения, что найдете в магазине, что найдете у себя в холодильнике, это храните, то и используйте. Добавляем на глаз примерно чуть больше, чем столовая ложка этой глазури. Я добавлю вот столько. Смешиваем со льдом. Добавляем кофе. И заливаем все молоком. Сюда же добавляем шоколадный соус. Именно соус, потому что он должен быть густым. Причем самую-самую малость примерно 1 чайную ложки. И, соответственно, просто-напросто все это перемалываем. Вот и наш шоколадный фарпучино. Наливаем его. Шоколадная крошка. И в самом конце снова берем взбитые сливки и украшаем напиток. Украшаем прям обильно и совсем не жадничаем. Диетический напиток. Для тех, кто худеет. Под конец можно добавить немного еще шоколадного сиропа. Шоколадного соуса. У меня, опять-таки, за счет того, что очень большая вот эта вот фиговина, не получится сделать красивый узор, поэтому я просто сделаю как смогу. Как-то вот так вот. Если вы можете сделать красивее, то я уверена, что вы можете сделать красивее, потому что тяжело сделать как-то хуже, чем вот это. А впрочем, какая разница? Главное, чтобы это было сейчас очень вкусно, а я уверена, это будет именно так. Вот и готовый напиток получился. По запаху рели вообще один в один, как в Старбаксе. Прям вообще офигеть. Сейчас надо взять трубочку и попробовать. В Старбаксе чуть слаще, надо было больше сиропа добавлять. Но в целом очень-очень вкусно. Я сегодня кофе просто упилась, пока снимала это видео. Что ж, такой формат видео у меня получился. Если вам нравится такой тип видео, то обязательно поставьте этому видео лайк, чтобы я видела, что вас много кому нравится, и чтобы я продолжала эту рубрику. И, возможно, приготовила или повторила еду или напитки из какого-то еще другого заведения. И всем спасибо за просмотр. Всех люблю, всех целую. И всем пока-пока. До новых встреч.